Здравствуйте, возлюбленные! Вы смотрите телеканал «Импакт» В программу «Влияние» И сегодня в эфире с вами в программе Я пастор Виктор Музычук И моя возлюбленная жена, также пастор Оля Музычук Здравствуй, дорогая! Здравствуй! Мы рады, что Бог подарил нам эту чудесную возможность Сегодня передать нашу любовь, наши сердца, наши мысли Ну а самое главное – Бог, который живет внутри нас Потому что без Бога мы никуда не можем двигаться Поэтому Бог – это первостепенное в нашей жизни, главное в нашей жизни И когда наша жизнь оканчивается, Бог не просто становится первостепенным Он становится абсолютно всем Ну а пока мы здесь на земле, Его мудрость, Его слова, Его откровения Они важны, чтобы этот путь, который мы живем, мы прожили правильно Для нас, для наших детей, для нашей судьбы, для нашего служения Поэтому Иисус Христос пришел на эту землю дать нам учение И сегодня мы поговорим о самом важном, о самом интересном Как стать правильным, хорошим состоянием перед Богом, перед людьми То есть нашей почвой То есть Иисус говорил много о почве, что есть почва при дороге Каменистая, тернистая, хорошая Никто из нас, я не думаю, что верит, что мы плохая почва Мы все хотим быть хорошей почвой Особенно, что касается для наших детей Мы всегда что думаем? Чтобы наши дети были самой лучшей почвой И мы об этом будем сегодня говорить Как действительно практически стать хорошим человеком Перед Богом, перед людьми Поэтому, возлюбленные, я верю, что мы все как родители, как служители И хотим, чтобы стать хорошей почвой И вот в этом суть нашей сегодня, нашей телепередачи И мы начнем говорить с того, что Марка, 4 глава Писания Говорит во 2 стихе, что Иисус учил их многому А мне нравится, что английский перевод говорит Что Он учил их многим вещам в притче Оказывается, что когда мы начинаем изучать притчи Иисуса Христа Мы не только учимся духовным вещам Мы учимся многим вещам У нас как бы на русском языке много, ну как бы всего по чуть-чуть А вот на английском языке мне нравится многим вещам Это оказывается, что законы Иисуса Христа Мудрости Иисуса Христа Принципы Иисуса Христа Применяем мы можем научиться То есть не нужно думать Я таким не родился У меня не было таких родителей У меня не было окружения Но все мы можем научиться многим вещам из притчи Поэтому сегодня мы будем учиться многим вещам Да, это действительно прекрасно Я думаю, будет очень хорошо, если мы сегодня помолимся Чтобы Бог использовал наши уста И также каждый, кто сегодня будет слушать эту передачу Чтобы она была в назидание для каждого из нас Если ты не против Давай, конечно Господь, мы так благодарны Тебе за этот чудесный день Мы благодарим Тебя за возможность, Господь, вещать эту передачу Благодарим Тебя за служение Импэк за это служение, Господь, за эту программу Я благодарю Тебя за каждого человека Который сегодня открыл свое сердце, чтобы познавать Тебя Мы благословляем их Твоим миром Мы благословляем их Твоим словом И мы молимся, Господь, чтобы сегодня наш разум Он был открыт, чтобы обновляться через Твое слово Говори сегодня к нам, говори в наши сердца И пусть сегодня через это общение мы приблизимся ближе к Тебе Господь, пусть всякий лимит, он падет с нашего разума Чтобы, как Слово Твое говорит, Ты прикоснулся к разуму своих учеников И убрал это ограничение, и они стали понимать Твое слово Так сделай это сегодня с нами Мы благословляем каждый дом и каждую семью во имя Иисуса Аминь 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 Когда мы молимся, то мы готовим свое сердце Итак, конечно, возлюбленное, научиться многим вещам Мы сегодня, чтобы поделиться своими откровениями, сердцем, любовью Ну и мудростью, как научиться многим вещам Потому что, если бы было невозможно научиться многим вещам Тогда стоит вопрос, зачем Иисус пришел и учил нас? Да А если Иисус учил, это говорит о том, что каждому человеку возможно научиться многим вещам Конечно, если он хочет научиться многим вещам в своей жизни То есть научиться многому из Библии, из Слова Божьего Чтобы научиться Что делал Иисус Христос? Он показывал, что все, что есть здесь на земле, оно сотворено Богом И оно является прообразом небесных вещей То есть как оно действует И Иисус много учил притчами То есть Он рисовал картину в нашем разуме, чтобы мы запомнили И в наши времена мы мало занимаемся сеянием Но все равно мы близки к тому, чтобы сеять, сажать огурцы, помидоры Может, или сегодня мало кто сеет пшеницу Но все равно мы начинаем больше и больше понимать, как действуют духовные вещи Ты говоришь, что мы мало в последнее время сеем Но на самом деле, может, мы мало сеем, сажая какое-то семя в землю Но на самом деле наши слова — это семена Мы постоянно их сеем И когда человек понимает силу, как это работает Благодаря этой притче Тогда он и понимает, что жатва обязательно придет То есть те слова, которые мы сеем Поэтому мы должны очень важно подбирать, что мы говорим Потому что на самом деле человек постоянно сеет То есть своими словами, своими поступками, делами Это все есть посев Может быть, мы не сеем пшеницу Но на самом деле мы все равно сажаем и будем собирать плоды Ну да, потому что простой здравый смысл нам подсказывает Что если мы хотим жатву, нужно сеяние Или если уже жатва есть, она нам не нравится Значит, нужно понять, что жатва не виновата Что она такая То есть вот, частно говоря, вот такая судьба, вот такой результат Это не виновата судьба, не виновата жатва То есть значит, нужно понять, что Какие были семена? Семена, они определяют жатву То есть просто, значит, не то говорили, не на то настраивали Возможно, мы имели самое лучшее доброе побуждение Но все равно, какие слова, какие были семена Такая жатва Да Поэтому с чего вот начинаются вообще перемены? Иисус говорил, вышел, сеятель, сеять То есть если мы хотим перемены, нужно открыть себя для слова И послушать вообще, о чем мы говорим, что мы говорим Какие мы сеем семена Потому что вот семена определяют жатву Да, мне очень понравилось вчера, вот когда я читала местописание Луки Ну, Лука пишет об этом И тринадцатая глава, кажется, да? Тринадцатая глава Нет, Матфея тринадцатая глава Луки, это восьмая глава И также об этом пишет И мы можем увидеть, что Он обращает внимание, что Иисус выбрал время Чтобы рассказать эту притчу, когда собралось множество народа Почему-то для меня это показалось очень интересным вчера Почему? Потому что, значит, Иисус стратегически подбирал, что Он говорил То есть как бы определенные истины Он открывал одному человеку Но все равно это попало на страницы Писания О некоторой вещи Он говорил множеству народа Я верю, что в этом тоже есть определенный глубокий смысл Что Иисус знал, что к Нему приходило множество людей, чтобы послушать Слово И Он объяснял им, что Он вышел как сеятель И Он сеет Но будет ли плод в жизни этих людей, зависит не только от Него И не только от семени, которую Он говорит То есть не от Бога только зависит все в нашей жизни, да? Да, от семени зависит очень много Но Бог всегда в нашу жизнь сеет правильные вещи Слово Божие всегда сеет правильные вещи Но Он показал, что есть четыре вида почвы И этим Он объяснил не только проповедуя Слово Он приготовил людей к тому, что то, что они слушают Зависит очень много от них, какой у них будет результат И будет ли он вообще Потому что мы знаем, что три почвы, которые не принесли результата Никакого результата И только одна почва принесла плод в 30, 60 и во 100 крат Я подумал, Господь, я хочу быть почвой, которая приносит плод То есть если взять статистику, скажем, 100% 100 человек Три четвертых, это из 100 человек 75 Они не состоялись А 25, то есть одна почва, одна четвертая Они состоялись И то из этих 25 только, скажем, еще третья часть То есть каких-то 8 человек по-настоящему принесли плод во 100 крат Получается, что вот люди могут приходить в церковь, слушать Слово Быть на служении И уйти домой абсолютно безрезультативными, пустыми Да, но я верю, что вот эта притча Это мое как бы сугубое мнение Что эта притча, она объясняет именно Чтобы в твоей жизни всегда был плод Потому что можно так во всех вникать Кто как слушает Но на самом деле и в нашей жизни так есть Что иногда мы приходим в церковь Или приходим, или смотрим какую-то передачу Или читаем даже Слово сами дома И мы почитали, мы ничего не помним То есть мы не уразумели Или мы думали, о, классное местописание Потом, как только пришло испытание Мы перестали этим жить То есть в нашей жизни мы тоже видим Если бы каждое Слово, которое мы слушаем Каждая проповедь Каждое откровение, которое мы получали Оно оставалось в нас жить Тогда бы мы видели плод В 30-60 и во 100 крат Но проблема в том, что мы его не видим И тогда ты видишь вот эта притча Открывает почему Причины, что изменить, чтобы стать Хорошей почвой Чтобы сфокусироваться именно на себя Чтобы стать хорошей почвой И принести плод Потому что именно Библия говорит Что по плодам их Узнаете их То есть наши плоды жизни определяют То есть какие семена мы принимали И что мы хранили в своем сердце И что осталось Поэтому мне кажется, что каждая притча Все-таки можно стать хорошей почвой? Ну конечно Мы должны Не только можно Мы должны стать хорошей почвой То есть если взять физически Взять самую плохую Каменистую почву Там тернистую Где вот физически смотришь глазами Думаешь, что здесь сеять невозможно Эта почва никогда не принесет результата Но если эту почву провести через процесс Через обработку Через чистку Очищение Это, мне кажется, самая плохая почва Отдавшись процессу Она может стать самой хорошей почвой Да Я думаю, что когда мы пришли к Богу На самом деле мы все были плохой почвой То есть я думаю, что вот именно И тернии, и камни Это все прообраз как бы человека Ну как бы не то, что человека Состояние внутри нашего сердца То есть которое избавляет нас Через отношения с Богом То есть каждый человек Он в какое-то время был плохой почвой Или с хорошей почвой Может стать плохой почвой То есть если он не будет наблюдать За своей жизнью Вот я заметила даже Вот у нас в огороде Выходишь, ну как бы у нас там Маленькое место Но если ты какое-то время То есть прошел дождик Или ты просто поливал И ты не ухаживал, смотришь И уже опять сорняки растут На хорошей почве Да, я тоже только же прополола Там не было сорняков А теперь они опять там То есть это естественный процесс То есть мы выходим в общение с людьми Мы слушаем различную информацию Иногда даже, ну как бы не то, что мы специально ее слушаем То есть ты пришел в магазин Играет нехристианская музыка Ты был в общении И ты услышал, кто-то кого-то обсуждал То есть кто-то тебя обидел И все это влияет на твое состояние сердца То есть если человек постоянно не наблюдает За своим состоянием сердца То есть что является прообразом доброй почвы То он сам может с хорошей почвой даже стать плохой И поэтому Библия учит, что прощай Вникай в себя Вникай в учение Вникай в Слово Божие Размышляй над этим Потому что это постоянный процесс Который готовит, готовит твое сердце И поэтому даже Слово Божие говорит Когда человек приходит в церковь Чтобы принимать причастие То есть быть частью Чтобы жизнь Иисуса Христа Она входила внутри Его Библия говорит Не рассуждайте о святыне То есть даже самое что-то святое Оно может быть для тебя не святое Если ты над этим не рассуждал Ты не приготовил свое сердце То есть оно для тебя Может стать чем-то Ну как бы сказать привычным Потому что человек не готовил свое сердце Поэтому я верю Что почему иногда мы не видим Столько много результата в своей жизни Или в жизни других людей Потому что все зависит именно от почвы Поэтому это действительно очень интересная тема Я думаю, если вот разобрать сегодня Это будет большим назиданием Для тех, кто слушает И для нас прежде всего Тогда давай сразу переходим Переходим А как Пасроле уже ты сказала В три евангелиста об этом говорят Матфей, Марк и Лука Матфей в 13 главе Марка в 4 главе И Лука в 8 главе И каждый из них будет Ну что-то дополнять Да Поэтому мы сегодня будем использовать Все три евангелиста Одну и ту же самую притчу И вот первая почва Мы все знаем, что это почва при дороге И почему Почему, скажем, эта почва плохая И интересно, что Наш русский перевод говорит, что Когда посеянная при дороге упала То один из переводов Насколько я вижу так Марк Марк говорит так Посеянная при дороге означает Тех, в которых сеется слово Но которым, когда услышат Тотчас Приходит сатана и похищает слово Тотчас Вот как будто вот Диалог как вор Он просто ожидает Как Понимает, что Каждый человек Может иметь хороший результат Если это слово Останется в нем И его первая задача Тотчас Украсть На английском языке Immediately Сразу Вот сразу Только слово упало И он тотчас Взял и украл Ну и я задался вопросом А что Дает Дьяволу Право Право Вот просто Прийти и воровать Вот что Дает право Прийти и воровать Соло Тотчас Ведь дьявол не может Ну без основания Без причины Без права Прийти и воровать Может Поэтому он и вор Да Он то Он ищет причину Но мне кажется Что Причина Она заключается В нас Мы сами Ответственны За то Какая мы почва И Что интересно Лука Лука говорит о том Открывает Очень Тонко Причину Почему Мы Становимся Неправильной Почвой Прежде всего То есть Почему мы Становимся Почвой При дороге Такой Твердой Почвой Где Дьявол Вот Без огромных Усилий Ворует Все В нашей Жизни И Луки Восьмая Глава Пятый Стих Он говорит Что Когда Сеятель Вышел Сеять И Когда Он Сеял Оно Упало При дороге И Оно Оно Было Потоптано То есть Как бы Пренебрежение Было Пренебрежение К этому Семь Он не сказал Что в этом Есть ценность Он не сказал Оооо Это же Господь Говорит Это же Иисус Сказал То есть Он не Отнесся К этому С великим Почтением Со страхом Ну скажем Что он сказал Вау Вот это Приобретение Все я буду Это хранить Я буду этим жить То есть Он не увидел В этом слове Ценности Он Подумаешь Ну слово Ну проповедь Я вот Заметила В своей жизни Что Что В моей жизни Вот пренебрегается То что Я не понимаю Это вот Как бы Один из Евангелистов Так же Вот почву При дороге Объясни С другой стороны Матфей Матфей об этом Говорит Что Слушают И не разумеют То есть То что я Не понимаю Понимаю То есть Другими словами Не разумеют Ценности Наверное Всего этого А почему Не понимаешь Потому что Очень часто Слово Божье Говорит нам Что Над словом Божьим И откровениями Божьими Нужно рассуждать Размышлял я То есть Кажется Даже Давид Об этом говорил Он говорит Размышлял я О слове твоем На ложе моем То есть Это говорит о том Что он Что-то читал Принимал И он может быть Не сразу это разумел Что это означало То есть Как его применять В свою жизнь Было ли это Что-то святое Но потому что Он размышлял Через размышление Через Медитацию Это хорошее слово То есть Иногда люди Его используют Неправильно Медитация Но это имеется Глубокое Медитация Это глубокое Размышление Которое захватывает Тебя внутри И Вот именно Когда ты размышляешь Над каким-то откровением Когда ты слышишь Слово Божье Которое проповедуется Или Ты что-то прочитал Из-за того Что ты не понимаешь Его ценность И глубины Это не значит Что оно не ценное Понимаешь Поэтому есть Вот многие люди Они могут купить Купить на рынке Подделку То есть Часов И кто-то Кто не сильно Присмотрелся Издалека Может сказать Вау У тебя такие Дорогие часы Но на самом деле В прямом смысле Вот он увидел Различных Я помню Я помню Есть сказанное слово Иисусом Иисусом Мы вроде Мы вроде в церкви Поставить на продажу Это люди Оставили дома И бывает Что оставили Там разные вещи И вот он говорит Мы приехали Со своим помощником Ну в дом Открыли дом Мне нужно дать оценку Дома Сколько работы Там сделать И так дальше И он говорит Я вижу вот такая банка Вот реально Такая банка Мелочи Ну мелочи Вот просто Мелочи набросано Мелочи И говорит И я такой Смотрю И внутри у меня Такое чувство Я же Я же вот Начальник Босс Это мой рабочий И он говорит Я так посмотрел И говорю ему А забирай эту мелочь Забирай Говорит То есть Говорит Я просто взял И отдал Потому что Я не знал Ценности Всего этого То есть Я просто Забирай Оно мне Ничего не значит То есть На самом деле Он не зарабатывает Там сильно Много денег И он говорит Этот помощник Его взял Эту банку Поехал Сдал эту мелочь Больше было Нежели 200 долларов В этой банке Ну да И он говорит Это больше Чем я зарабатываю За целый день Для помощника Это вообще Как бы Ну Большущие деньги И говорит Почему я так С легкостью Забирай Потому что Говорит Я не знал Что это ценно Мне показалось Да подумаешь Какая-то мелочь Забирай Ну да Значит Получается Мы можем Вынести Для себя Урок То есть Что не делать Потому что Ведь На самом деле Иисус рассказал Эту притчу И дал этот пример Чтобы мы Вынесли Для себя Урок Вот что Я для себя Взяла Что на самом деле Чтобы не быть Почвой При дороге Я должна Те вещи Которые я не понимаю Не говорить Это не для меня Потому что Когда я только Говорю Это не для меня И я не хочу Это познать Это то же самое Что я беру И своими ногами Топчу это Это значит Это семя Никогда Не прорастет В моей жизни Значит Для меня урок Что то Что я не понимаю Слушая проповедь Или читая Слово Божие Даже если Это возьмет Время для меня Даже если Это возьмет годы Я все равно Должна сказать Господь Я хочу Это понять Я хочу Уразуметь То что ты Написал В своем слове Я хочу Понять Дух Этого откровения Что там написано И я увидела В моей жизни Что Проходит иногда Время Иногда даже Годы В каких-то моментах Где Бог Все равно Тебе открывает Ты все-таки Хочешь знать Если ты хочешь Да То есть Если твоя позиция Когда ты Слушаешь проповедь Очень часто Бывают вещи Которые ты Не понимаешь И ты думаешь И у тебя Искушение Сказать Это не для меня Или вообще Что он говорит Либо ты можешь Сказать Господь Дай мне Откровение Об этом Я хочу Это понять И это не значит Что всегда Это все Мгновение Это откровение Придет Но на самом деле Когда Ты этого хочешь То Бог Обязательно Обязательно Тебе откроет Так дело в том Что смотри Ведь ученики Иисуса Христа Мы верим Что они стали Хорошей почвой Но на самом деле Вот то что ты говоришь Они тоже Не понимали Иисус сказал им Притчу Рассказал И что Иисус В конце сказал Кто имеет Уши слышать Да слышит И пошел И не объяснил И вот ученики Тоже ничего не поняли Они ходили Ходили Думали Думали И потом Наедине остались Иисус Вот ты учишь Классно А вообще-то Мы ничего не понимаем Объясни нам То есть Они хотели Понять А кто не хотел Понять Они просто Потеряли Стали Что-то говорил Но мы вообще-то Ничего не поняли И они вот То что ты говоришь Даже не додумались Прийти и сказать Иисус Объясни Или прийти к своему пастору И сказать Объясни Я вот не понимаю этого Я хочу это опознать Или найти Ну какие-то книги Литературу Или вообще В наше время Ну легко Симфонию Электронную симфонию Взять Изучать Библию Ведь Иисус сказал Исследуйте Писание То есть Сделайте такой Поиск Чтобы что Понять Так в чем же суть Потому что Все что мы не поняли Все что мы пренебрегли Это равносильно Тому что мы сказали Дьявол Забирай эту мелочь Забирай И мы не увидели Что мы сделали А мы все что сказали Это не для меня Я это не понимаю Да Одна из самых больших ценностей Лично Вот моей жизни Которой я живу Каждый день То есть нет такого дня Чтобы я эту ценность Не использовала Чтобы я этим не дорожила Это кровь Иисуса Христа Но был момент В жизни учеников Когда Иисус сказал То есть он говорил это И он сказал такие слова Кто не будет Пить крови моей И есть плоти моей Не может быть моим учеником И люди соблазнились на этом И он не побежал Не стал говорить им Но вы поймете это Со временем Да Вы получите откровение То есть Иисус даже позволил им Чтобы они остались Как бы в таком состоянии Недоумении каком-то Неразумении Я вот была удивлена этим Думаю Господь А почему ты им не объяснил Ведь это не было В твоих интересах Чтобы они тебя Не допоняли Но Иисус Этим показал Что не он будет Бегать за тобой Он хочет Чтобы ты пришел В смирении И сказал Господь Я этого не понимаю То есть Я думаю Если бы я была В числе этих людей Которые слышали С ус Иисуса Я бы точно так же Этого не поняла Почему Это легко нам сегодня Это читать И мы думаем А ну это Вот это то Что мы делаем в церкви Это то что мы делаем дома Когда мы принимаем Хлебопреломление Вот о чем он имел ввиду Вот какая его плоть И его кровь Но он не стал за ними бежать Он захотел Чтобы те Которые останутся В смирении Скажут Мы этого не понимаем Объясни Иисус дал Прошло короткое время И мы сами Ученики об этом говорили Они уразумели Что это означало Что он говорил Это как прообраз Что когда Он умрет на кресте И когда мы будем Брать чашу И когда мы будем Брать хлеб Что это будет Прообраз его тела Это будет Прообраз Его жизни Потому что Кровь это жизнь Что это жизнь Иисуса Она будет течь в нас Поэтому Я уверена Что в жизни Каждого христианина Будут такие моменты Не один раз Когда слово Оно очень сильно Поставит тебя Внутренний конфликт Где ты что-то Будешь не понимать И это даже Будет тебя Соблазнять Но это важный момент Не стать почвой При дороге Не сказать Я этого не понимаю Это не для меня Или мы так Не научены А сказать Господь Если это Действительно Твое откровение Открой мне Покажи мне Я уверена Что Бог это сделает Вот то что ты говоришь Иисус Иисус открыл Значение Своего слова Только тем Которые Остались Ожидать Остались В смирении Получается Что С одной стороны Слово Божие Открыто Всем одинаково То есть Бери Читай Любой перевод Более 30 Английских переводов Русских переводов Очень много Украинских переводов Любых переводов Пожалуйста Читай Но вот Откровение Значение Самого слова Принадлежит Только тем Которые ожидают И говорят Господь Я хочу познать Поэтому первый Вот этот шаг Чтобы стать Хорошей почвой Нужно Слышать слово И что Искать Разумение И не пренебрегать Потому что Когда мы Услышали Записали Не поняли Хорошо Я буду ждать Я буду ждать Я буду искать Я буду молиться Я буду спрашивать Я позвоню Я узнаю Что это значит Да И вот это Первый шаг Стать Хорошей почвой Это как Как вот Мы же понимаем Что винить почву От того Что она твердая Нет смысла Нужно брать ее Копать 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 Поэтому это почва Номер один Аминь Я думаю Что мы много Взяли для себя Теперь Следующий Следующий Почва Это Каменистая Да Да Каменистая почва Вот что для тебя Для тебя значит Каменистая почва Ну а для меня вообще Каменистая почва Она весьма интересная Потому что Матфей говорит Что посеянное на каменистых местах Означает того Кто слышит слово И тотчас С радостью Принимает его Он говорит Вау Я понял Это для меня То есть Вот такое впечатление Что каменистая почва Поначалу Внешне Как будто Выглядит Самой лучшей Лучшей человек Верный Одаренный Способный Понял Принял Восклицает Все То есть Библия говорит Что он с радостью Принял это Но проблема Проблема Каменистой почвы Вот Матфей Объясняет Говорит Но не имеет В себе корня И не постоянен Не постоянен Когда настанет скорбь Или гонение за слово Тотчас соблазняется У него нету глубины В чем нету глубины Постоянства Он это не хочет Практиковать Каждый день Да Один из евангелистов Говорит Так как было мало земли То есть Ну больше камней А мало земли Чуть-чуть Поэтому не было куда К семени Прирасти Потому что Вообще на камне То там он Семя оно вообще не прорастает Она вот просто Будет лежать там Мертвым И все Но один из евангелистов Говорит Так как было мало почвы То есть Мало было земли Куда бы ему прорасти То есть Я верю Что прообраз Вот этой почвы Что человек Который принимает Это с радостью Это не лицемерное Конечно Он искренне Это делает Он это искренне делает Он слушает слово Да Но из-за того Что он не Расчистил Свою почву Вот Мы когда перебрались В аренду Где мы живем То есть В нашем доме И я пробовала там Посадить Вот помню один год Как бы Маленький огород И когда я начала То есть внешне смотришь Земля Вот земля Все Посажу огород Красивая Я поехала в магазин Купила То есть рассаду И когда я приехала домой Я только тогда поняла Что Ну нужно было вначале Почву проверить А потом покупать рассаду То есть А уже я думаю Ну я знала Что она не прорастет Но так как мне жалко было рассады Я ее все равно туда посадила Но сколько я не копала Там было очень много 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 Маленьких камней То есть И они настолько перемешивались С почвой Что кажется Ты смотришь Но это земля И Но на самом деле Там так много камней То есть Ее надо было полностью Наверное Пересеивать Эту землю То есть Чтобы камни эти все убрать Но это практически невозможно Потому что Там вся такая земля И что интересно Огорода у меня не получилось То есть Оно все пропало Почему Потому что Не было почвы Откуда питаться Потому что почва Она так устроена Богом Что она имеет И витамины Все что нужно Чтобы растение росло А когда там камни Камни не дают жизни Поэтому камни нужно очищать Потому что Из нашей жизни Поэтому когда человек Он принимает слово Он может думать Да я буду этим жить Потом приходят испытания Приходят трудности Испытания 100% Придут за слово У всех приходят Да У всех И не то что придет испытание Будешь ли ты просто верен слову Потому что В жизни христианина Чем мы отличаемся от людей мира Что мы живем словом Хотя иногда это парадокс Иногда людям это вообще непонятно Но только тот Который живет словом Он и будет примером для этого мира Он будет солью Он будет светом Но А кто должен очищать эти камни Только ты То есть Ты же не можешь сказать Пусть кто-то другой очищает Мою почву Готовь чтобы она была хорошим Значит надо ежедневно Проверять свое состояние сердца То есть нету ли в моем сердце Что все так знаете Вот на поверхности То есть Я хожу в церковь Я люблю Бога Но все на таком Знаешь Уровне как бы Неглубоком Да Неглубоком То есть пока мне это выгодно Я в это верю То есть Есть деньги Даю десятину Нет денег Десятину не даю То есть Сегодня классно Сказали слово К пожертвованию Я пожертвовал Иногда даже больше Чем может планировал То есть даже Это не вера Даже это Семя посеяно Не по вере Потому что Ну просто Вот понравилось слово И ты пожертвовал Но я верю Что все таки Бог Он хочет Чтобы мы жили Верой в него И камни Это все то Что ворует У нас Как бы Вот эту почву Основание То что поможет нам Вот этому семени Углубиться А я тоже верю Что это через Размышление Что если нет Размышления Тогда нет и посвящения Потому что Когда ты осознаешь Чему ты себя посвящаешь Ты начинаешь Как бы Взвешивать все Ты понимаешь Это не просто Вот сейчас порадовался А завтра ты будешь Жить по-другому То есть важно Ну как Писание говорит Мы не строим То есть человек Который начал строить башню И не взвесил Что он будет строить Потом у него денег Не хватило И такая стоит Недостроенная башня И все идут и думают Денег не хватило Или рассудка не хватило Или плана не хватило То есть Бог не хочет Чтобы у нас была такая жизнь Когда мы выходим И говорим Я сделаю вот это Я достигну вот это А потом люди смотрят И у тебя ничего Этого нет И говорят Ну болтун Или пустослов Но на самом деле Я верю Что никто из нас Не хотел быть Ну просто пустым человеком Который говорит пустые слова Но иногда это получается Потому что мы Не готовы были заплатить цену Испытания за это слово Которое мы приняли Или то откровение Которое мы приняли А вот если Матфей говорит Матфей говорит Что не имеет в себе корня И не постоянен То Лука говорит В 8 главе Что иное упало на камень Взойдя засохло Потому что не имело влаги То есть питание Не было воды Не было воды Не было воды Вот у нас На 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 Фронтьяр То есть впереди дома Там растет трава И отключили воду И не включили И что произошло Трава засохла И вот теперь нам нужно Оживить траву И интересную мысль Как бы я для себя получил Что вот мы начали Пару дней назад Оживлять эту траву И я подумал Что если мы один раз польем Потом на следующий день Забыли полить А потом вспомнили Ого точно снова нужно полить Потом забыли Что происходит Перепад И я вот что понял Для того чтобы трава проросла Влажность Должна быть постоянной Да Только постоянная влажность Скажем Неделя, две или три Она даст шанс Этой траве ожить А если сегодня влажно Завтра нет Влажно нет То эта трава не оживет И мы можем думать О, я столько сделал А плода нет Да А потому что Не было постоянства И я увидел вот интересную вещь Что для того чтобы Слово Божье ожило для нас В любом деле То есть любое даже слово Не только Божье слово Даже человеческое слово Нужно чтобы было постоянство Чтобы мы делали это Не тогда, когда мы чувствуем А делали это всегда Потому что вот эта жизнь Это влага Она держится на глубине То есть Когда есть глубина То вода не испаряется Поэтому семени важна почва Чтобы оно проросло И могло питаться Там где есть те ресурсы Которые скрыты От внешнего мира Для меня это хороший Приобраз присутствия Божьего Я думаю именно что Влага это и есть Для семени Это присутствие Божье Потому что даже Любое откровение Оно оживает Оно питается Только от присутствия Божьего Ведь любое слово Которое мы читаем Оно может быть Просто буквой для нас Но один день Ты читаешь И вдруг оно для тебя ожило То есть потому что вот Было вот это состояние Присутствия Божьего Поэтому когда Слово проповедуется В помазании Оно проповедуется В силе И человек Он пребывает В молитве В своей жизни Его почва Она очищена Она Она ну как бы От камней Она напитана влагой То есть Туда попадавшее семя Оно чувствует И начинает питаться Вот этой влагой Поэтому иногда люди Приходят в церковь Они слушают слово И кажется Ничего в их жизни Не меняется И это не всегда Это не всегда Потому что слово Не проповедуется Очень часто Потому что Мы не готовили Своё сердце Бывает Вот с людьми поговоришь Когда ты молился Последний раз И человек так Опускает голову То есть не с целью Чтобы там упрекнуть Но если человек Не молится Он не читает слово И потом говорит В моей жизни нет перемен А как они могут быть То есть Даже когда он приходит И слово сеется В его судьбу А ему негде прорасти Потому что почва Она сухая Почвы мало То есть там так много камней Там так много твердынь Для меня ещё вот Камни Это твердыни Твердыни в разуме Которые Которых нужно И ты не можешь Их растопить То есть нет того Что может растопить камень То есть ты можешь только Ну камень Какой-то кувалдой Может быть разбить Если он небольшой Ты можешь его Нагреть немножко На солнышке Но ты не можешь В него дать жизнь Потому что он камень От камня нужно избавляться Вот точно так же Твердыню Твердыню в разуме Сколько ты её не грей Присутствием Божьим То есть её нужно Просто убрать из жизни Сказать Господь Я каюсь за это Я от этого избавляюсь И тогда высвобождается Место для почвы Чтобы семя проросло Поэтому твердыни Всегда Иисус разбивал Словом Божьим Но слово Божье Всегда сеется Но если там нету влаги Нету почвы Тогда ему тоже Негде прорасти Поэтому я верю Что присутствие Божье В нашей жизни Которое мы приобретаем Через молитву И общение с Богом Оно имеет огромнейшее Значение для того Чтобы быть плодовитой почвой Твердыня Это определенная Умственная установка То есть человек говорит Я так был научен Или я так понимаю Я не хочу меняться Но мы все призваны Отказываться от собственного мнения И принимать мнение Слова Божьего Отказываться от собственного мнения И принимать авторитет Или позицию Божьего Слова И это весьма как бы важный элемент Поэтому я возвращаюсь снова Что через постоянство в слове Да Постоянство в Божьем присутствии Через постоянство исповедания Через постоянство поклонения Придут 100% результаты 100% результаты Первое, что мы говорили При дороге Это нужно почитать это слово Искать понимание этого слова Второе Практиковать его в постоянстве То есть каждый день Каждый день Каждый день Почему? Потому что когда человек Что-то делает долго Он становится, как мы говорим Специалистом в этой области У него есть знания И всегда говорят Какой твой опыт работы? Другими словами Ты выучился Ты получил теоретические знания А ты Сколько ты это делал? То есть вошло ли это внутрь? Потому что когда мы делаем Что-то долго Да Только тогда приходит Ну, настоящее открытие таланта Вот я приведу еще мысль Вот наших двое младших детей Сейчас они учатся Также на гитаре И вот что интересно Когда мы перевели их К новому учителю И она говорит Она не говорит У них таланта нет Она говорит У них пальцы не разработаны У них пальцы ходят Очень медленно Поэтому нет результата То есть Если человек начнет Пальцами работать постоянно То есть это не то Что нет таланта Нет призвания Нет потенциала А говорит Вот когда он просто Начнет это много делать Своими пальцами То говорит Навык придет Через постоянство Да Это действительно Очень-очень Правильно И очень хорошо Я думаю Мы перейдем Следующей почве У нас осталось Очень мало времени Чтобы мы успели Поделиться все-таки Как быть хорошей почвой Следующая почва Это терни А что такое терни Терни Это Библия называет Что это Прообраз Суеты То есть Забот житейских Которые могут быть Неплохими Но они Настолько много Захватывают Настолько часто Захватывают Наш разум Нашу внутренность Все наше время Что человеку Некогда ухаживать За своей почвой И даже я вот Однажды читала Для себя Что разные Есть сорняки В чем их В чем их проблема Что очень часто Есть сорняки Которые очень Внешние То есть Как бы Их корень Вот так сверху То есть Ты вот так потянул Этот сорняк Ну как бы Ты его вырвался А есть сорняки Которые ты будешь Дергать-дергать Дергать-дергать А ты их не можешь Ты не можешь Их вырвать Потому что Они очень часто Вначале растут вглубь Потом их корни Начинают обвиваться Вокруг даже того семени Которое ты Садишь И когда ты их пробуешь Вырвать То ты не можешь Только вырвать их Ты вырываешь Даже частицу И хорошего семени И поэтому я увидела Что вот Действительно Что такое терни Это когда человек Так много в суете И этой суеты Никогда у нас Не окончится Ее нужно просто Иногда себя отделять От этого То есть понять Что если я не буду Хорошей почвы Я не принесу плода В моей жизни Не будет никакого плода И эти суета Она вытянет всю жизнь Из тебя То есть вот как сорняк В чем его опасность Что он плода от него нет То есть он внешне Вроде даже может быть Даже красивый Но плода от него не будет То есть ты не будешь Собирать огурцы Помидоры Недобрые дела Ничего То есть он жизнь То есть по жизни был занят Но бесплодный И она жизнь вытянет С этой же самой почвы Где ты пробуешь Вырастить плод Вот в чем суета Вот в чем проблема Что очень часто Люди очень сильно заняты Не из-за того Что только они заняты Из-за того Что мы иногда просто Позволили этому произойти Поэтому Давид Был человеком Который поклонялся Богу Даниил То есть это все были люди Которые имели Огромнейшую ответственность То есть в то время Когда они управляли Ну большими Можно сказать Такими вещами Вот царь Давид Это был царь То есть я уверена У него столько было дел Даниил имел Очень ответственную позицию Тоже в той позиции Где он был Но Писание говорит Он вставал рано Что? И он читал слово И он молился И это он делал Постоянство То о чем мы говорили То есть этим он Не давал суете Захватить Чтобы его жизнь всю Чтобы он у него Вообще не было плода Но при этом Он не только читал Библию Не только молился Он занимался работой Но у него в жизни Был приоритет Он отделял время для Бога Поэтому мне кажется Это очень важный элемент Чтобы человек Особенно меня Вот последнее время Я заметила Вот когда я была Маленькой девочкой Вот я воспитывалась В христианской семье За что я Очень благодарна Богу И для нас всегда было Вот воскресенье Мы никогда не делали Домашнюю какую-то работу Там подметали двор Или копали огород Даже если это был Даже сезон Или убирали просто Дома Да или убирали дом То есть нет разницы Где мы были В субботу То есть воскресный день Это был день Когда мы шли в церковь Божий день Да мы приходили Мы отдыхали Мы кого-то приглашали в гости То есть И я так выросла То есть И я заметила Что сейчас В нынешнее время Многие люди Настолько поглощены суетой То есть среди недели Они работают Им никогда нет времени Для поклонения Богу Для того чтобы прийти в церковь Даже всей семье Они постоянно в какой-то погоне И даже воскресенье А потом им надо отдыхать То есть надо отдыхать И у людей нет времени Для поклонения Богу И потом даже Когда они приходят В церковь Очень часто Они не могут понять О чем там говорится Почему? Потому что почва затвердела Сорняками заросла И уже нету плода От того что они слышат Поэтому Мне кажется Это действительно Ответственность каждого из нас Наблюдать Чтобы не быть в суете Да мы должны заботиться То есть никто не говорит о том Что мы должны только читать Библию И молиться Но нужно всегда иметь время Для своего духа Интересно говорит Марк Марка 4 глава 18-19 Посеянные в тернии означает Слышащих слово Но в которых заботы Века сего Обольщение богатством И другие пожелания Входя в них Заглушают слово И оно бывает без плода Другими словами Вот эти тернии Это входящие Внутрь нас Другие пожелания То есть мы хотим Все успеть Везде успеть И когда у нас есть Слишком много Неправильных желаний То вот эти Неправильные желания Они Ну Распыляют нас Они захватывают нас И наш разум Он Несконцентрирован А когда наш разум Несконцентрирован Мы никогда не принесем Да Потому что мы Несконцентрированы На Боге Он не обновляется Наш разум Мы хотим И Везде успеть Везде на отдыхе Съездить Я не против отдыха Но есть Как бы люди говорят Я инвестирую в семью Мы постоянно Отдыхаем Все как бы Успеть Мы хотим Настолько много И получается Вроде мы везде И нигде И когда приходит Ну Определенная ситуация То мы Оказываемся Неспособны Ни на что Почему? Потому что у нас Слишком много Различных пожеланий А вот эти пожелания Прости Очень часто Они как обольщение Мы думаем Что они Ценность в нашей жизни А потом Смотрим перед смертью Это вообще Не была ценность жизни Да Да И поэтому Библия нас учит Чтобы мы имели Последнюю почву Она одна единственная Которая приносит плод Но я верю Что это последняя Четвертая почва Это как следствие Что вот эти Три почвы Которые мы так Рассматривали Кажется Мы уделили им Так много времени А теперь Под конец передачи Мы говорим Только о четвертой почве Потому что Это и есть Как раз ответ Как получить Это уже 75% Как получить Хорошую почву Это очистить Свою Свою жизнь От пренебрежения Занять свой разум Размышлением О слове Божьем Отринуть Всякое Непостоянство То есть Но дать Любому слову Откровению Прорасти Внутри нас Не дать Суетой Захватить Наше сердце А как Библия говорит Луки 8 глава 15 стих А упавшие На добрую землю Это те Которые Услышав слово Хранят его В добром И чистом сердце И приносят Плод В терпении Что это означает То есть когда человек Хранит свое сердце От разочарований Он хранит свое сердце От обид Он хранит свое сердце От От различных моментов Которые могут Осквернить То есть сделать твою землю Или сердце Вот каменистым И они говорят Хранит в добром И чистом сердце И приносят Плод В терпении Вот это слово Мне очень нравится Потому что Терпение Всегда связано С испытаниями И трудностями Часто говорят люди Когда ты просишь У Бога терпение То он пошлет тебе Трудности И здесь Библия говорит Что плод приносят В терпении И наверное Все-таки Сколько ты будешь Иметь плода В 30, 60 И во 100 крат Наверное Сколько ты умеешь Терпеть Потому что Очень часто Мы знаем Из Слова Божьего Что К примеру Великий апостол Павел Он не был Так уважаем И так Оценен Даже церковью В то время Когда он жил На земле Но из-за того Что он Дошел до конца Из-за того Что он был В терпении Проходил много Много трудностей Только теперь Мы можем оценить То есть Его состояние Сердца Его пример Служения Потому что Он был готов Терпеть много И поэтому Принес плода Очень много Так говорят Историки Что апостол Павел Был один из самых Можно сказать Плодовитых Апостолов Первоапостольской церкви Почему? Потому что Он много терпел Он много терпел Побоев Он много Терпел испытаний Он много Прошел Чтобы выстоять За те откровения Которые он получал И я верю Что Даже откровения К примеру О священнической семье Это не откровение Что ты вот Поверил И завтра у тебя Вся твоя семья Она будет служить Богу То есть Это много молитв Это много раз Исповедовать Слова жизни В свой дом В свою семью Даже тогда Когда ты не видишь Плода Но ты хранишь Его в добром сердце Что такое доброе сердце? Сердце Которое верит Богу Верит Богу Во всякое время Которое Доверяет Богу Что Бог не злой Бог добрый И если он проводит тебя Через какой-то путь Что все равно Его конечный результат Это добро для тебя И поэтому Твое сердце Оно доброе По отношению Бога Ты доверяешь ему И тот Который терпит долго И это Я не говорю Просто соглашаться С какими-то вещами Это терпение Но он продолжает Даже если прошел Пять лет Терпение То есть Он ожидает На плод На результат Он его культирует То есть он говорит Я пять лет молюсь И мы нету результата Я все Я разочаруюсь Нет Он хранит свое сердце Чтобы оно было Продолжало быть добрым Нет Десять лет Нет результата Человек все равно Продолжает верить Он продолжает молиться Он продолжает поститься Он продолжает Говорить И сеять семена И очищать эту почву Для того Чтобы Пришел плод Поэтому Я верю Что каждому из нас Это настолько Насушная тема И я верю Что Бог поможет Каждому из нас Чтобы мы имели Добрую почву Это и есть цель нашей передачи Чтобы Ну Передать Слово Божье Откровение И принести надежду Может вы в себя Не верите Не верите уже Ни в мужа Ни в жену Ни в детей Потому что Видите реальность Но начните Вот Исследовать Этих Три главы Матфея 13 главу Марка 4 и Луки 8 И начните Применять И вы увидите Что самые Скажем Худшие Позиции Они начнут Меняться Но начните Просто С себя Конечно Мы бы Были очень рады Всем вам послужить Лично Может даст Господь Мы пересечемся В России Мы планируем Быть в ноябре Или Я знаю Ты будешь В Вашингтоне В августе Да Будешь в Вашингтоне В августе Служить Ну а если Будете в Сакраменто То Мы всегда рады Чтобы вы посетили Церковь Церковь Мелхиседек Или у вас Вообще Может нет церкви Или вы В себя Не верите Не разрешайте Дьяволу Говорить Что это уже Конец Нет выхода Ничего Не изменится Ведь Это неправда Для каждого Грешника Есть что Выход Ну а вы скажете Ну а я был верующим Всю жизнь И не видел прорыва А вы начните Не просто быть верующим Вы начните быть человеком Разрешающим Духу Святому Слову Божьему Менять вас Потому что Выход есть Да Я верю Что в нашей жизни Есть Несколько самых важных Ценностей Это то что я Очень сильно оценю Это Это спасение Это великая ценность И спасение приходит Только через Иисуса Христа Только через Его пролитую кровь И второй ценностью Это является Кровь Иисуса Мы каждый день В ней нуждаемся Каждый день Потому что Слово Божье говорит Что мы все равно Согрешаем Но мы не должны Оставаться в состоянии Греха Мы должны все равно Приходить к Иисусу Чтобы его кровь Омывала нас От всякого греха Слово Божье Это также Одна из важных Ценностей И поэтому Когда мы читаем Слово Божье Это не потраченное Время Это инвестиция В свое будущее Это инвестиция В свою духовную жизнь И также для меня Большая ценность Это Святой Дух Потому что Его работа Здесь на земле Чтобы Принести эту влагу В твою жизнь Принести Вот эту Можно сказать Страсть В твою жизнь Принести Радость В твою жизнь И для этого Дух Святой Он послан на землю Чтобы принести Присутствие Небесного Отца В нашу жизнь И поэтому Мы желаем Сегодня Каждому из вас Кто сегодня Слушал эту передачу Чтобы действительно Вы стали Мы и вы Стали хорошей почвой Чтобы Мы позволили Богу Сеять Добрые семена В нашу жизнь И тогда мы Увидим плод Своей жизни В 30-60-й Во сто крат Поэтому Пусть Бог Благословит вас обильно Возлюбленные Давай мы сделаем Что-то весьма Интересное Ведь наши телезрители Они прекрасные Вот они об этом Еще не знают Но они прекрасные Их Бог любит И мы их любим Давай мы сделаем Очень интересную вещь Мы все скажем вместе Что я Хорошая почва Дай мне руку Мы соединимся А вы Соединитесь вместе с нами И скажите Слова вместе со мной Я Хорошая почва Еще раз Я Хорошая почва Еще раз Я Хорошая почва Потому что это уже Начало Сеяния В свою жизнь Потому что мы думаем Я хорошая почва Неужели я хорошая почва А когда мы Принимаем это Внутрь себя Что происходит Мы разрешаем Духу Святому Все хорошее Сеять В нас Да Поэтому возлюбленные Я хорошая почва Ты хорошая почва Вы Хорошая почва Ты хорошая почва Бог У вас Не разуверился Иисус Продолжает У вас По-прежнему Верить И любить И мы вас Также любим И верим Будем всегда рады Помочь вам Послужить Благословить вас Или Если у вас Еще раз Возможность Говорю Посетить Церковь Мелхиседек И возможно Мы станем Для вас Хорошими Пасторами Будьте Благословенны Мы любим Вас Благословения Вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому